вовремя так же и отдавать передачу вовремя еще одна атака нашей команды вот в облотку отворот мяч выходит за пределы лицевой и вратарь снова 2 0 счет встречи вполне закономерный 5 минут до конца первого периода еще вот один из редких случаев когда вратарь сборной японии вводит мяч в игру таким способом обычно не разыгрывали покидает мяч пределы поля и сейчас якутия попытается организовать свою атаку начинаем с задней линии перехват и так и якутия по левому флангу это уже по-моему там вне игры да действительно опоздал с передачей вот о чем да мы говорили надо не только уметь сделать передачу но уметь это сделать вовремя да требует случай японцы на своей половине поля сейчас перепасовывается якутия предлагает такой неспешный прессинг перехват случился и можно контратаку соорудить сейчас придумать нарушение да нарушение накамура юя оказался не прав атаку посмотрим как разыграют это стандартное положение потеря тут же потеряли мяч и как обыграл сейчас да 27 но накамура юя ну тут да задумка конечно была хорошая справились да как прокинул да мяч между ног защитника сейчас 27 номер навес ну то есть заброс скажем ну некому там зацепиться вновь с мячом вратарь сборная японии очень много он играет и свободную зону пас здорово и 32 номер снова в атаке да основной это центральный нападающий то я накамура автор забитого мяча вот таки якутия повеселее повеселее здорово хорошая сейчас передача мимо ворот да ударный получился вроде здорово открылся да седьмой номер по-моему да это был третий номер да наш нападающий Данил Донгаузер очень неплохая была передача и по-моему как раз седьмой номер Кирилл Корольков выполнял передачу еще одна атака но вратарь с мячом неплохо неплохо сейчас действительно Якутия пытается навязать свою игру несколько атак мы видели и вот выход один на один который надо было конечно решать да Якутии сейчас до перерыва было бы очень хорошо забить один мяч в раздевалочку что называется один мяч и счет был бы уже не такой не с такой разницей скажем да всего в один мяч и еще одна атака будет удар ну удар случился простой скажем да для вратаря ну да перед ударом Сакашито Кейта мы видим ну да подскальзывался таким образом удара не получился то я Накамура закручивает мяч но слишком опрометчиво решил он пробить поворотом но с техникой у этого парня все в порядке действительно подходит к концу основное время и добавляет одну минуту компенсированного времени и вот атака Якутии смотрим и удар поворотом с острого угла мимо пролетел наш игрок а ведь на пятых играх Дети Азии наша команда была первой на турнире очень также хороший был состав команд на предыдущих играх и финал я помню был с командой дальневосточного федерального округа отлично была игра и да золотую медаль баллисты наши команды выиграли некоторых из них мы видели в составе команды Якутии нашей да хорошо они выступали действительно сегодня мы можем остаться без медали вообще да здорово Якутия проводит концовку первого тайма и звучит не удалось да забить не удалось к сожалению звучит свисток ну что ж проигрываем со счетом 2-0 голы Тойя Накамура и Рику Ямаху обеспечивают Японии преимущество за мяча по итогам первого тайма но не все еще потеряны скажем концовка первого тайма добавила нам такой скажем оптимизма и с этим оптимизмом мы сейчас перегрёмся на паузу 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 мы продолжаем смотреть футбол у нас сегодня заключительный день соревнования по этому виду спорта в рамках шестых международных спортивных игр Дети Азии последняя заключительная игра сборная Японии после первого тайма ведется счетом 2-0 да и какая замечательная панорама наш любимый стадион юность и здесь финальная встреча нашего турнира между командами республики Саха-Якутия и Япония Япония ведется счетом 2-0 Япония была лучше но в концовке у нашей команды были шансы с тем чтобы как минимум один мяч отквитать у наших гостей посмотрим сейчас с таким же настроем будем надеяться выйдут они уже с самого начала второго тайма и у нас будет здесь интересная игра да надеемся что второй тайм также будет зрелищным и что будет много борьбы ждем мы начало второго тайма напоминаем что юноша у нас играет 40 минут и сейчас судья даст свисток да и если кто-то только что присоединился к нашему репортажу наша команда в синих шортах и в белых футболках команда гостей такие красно-черные ребята очень здорово играла действительно команда Японии сейчас вот у них по забитым вообще в турнире 14-3 14 забитых мячей при трех пропущенных намного забивают японцы но мы сами вот видели в первом тайме как они здорово контролируют мяч кстати во всех трех матчах проведенных до этой игры японцами они по одному мячу пропускали в каждой встрече так что у нашей команды думаю что есть шанс обязательно будет хотя бы шанс хотя бы один гол забить будем надеяться смогут с этим справиться тем более что в концовке да наш нападающий третий номер Данил Дангаузер выходил на рандеву на встречу с вратарем один в один и к сожалению удар получился неточным не попал в ворота не переиграл вратаря и вот счет 2-0 у нас с небольшим опозданием вышли два футболиста сборной Японии и сейчас у нас игра второй тайм внимательно смотрим завладели мячом японцы уже на подступах штрафной удар 3-0 да вот такое обескураживающее начало второго тайма ну и Накамура Тойя принимает поздравления парень очень активно себя проявил в первом тайме да это его второй гол да и второй гол Тойя Накамура центральный нападающий сборной команды Японии отличные игры проводят вот когда сейчас вроде простое движение убрал одного второго и здесь ближний угол неотразимо для нашего вратаря хотя конечно это гол вратарский безусловно ближний угол надо было конечно закрывать ну и таким образом 3-0 ведет Япония на свой 15-й мяч в этом турнире забивает команда гостей и еще одна атака вновь Накамура Тойя отдает передачу еще один удар ну и Якутия с мячом Действительно японцы конечно же наиграли на эти три взятия ворот тут речь о том что не заслужили и тому подобное быть не может японцы лидируют действительно они показывают очень качественный футбол здорово перевод на фланг тут уже штрафные штрафной японцы и удар ну вот мы видим за первые три минуты второго тайма японцы уже имеют три удара в створ один из которых в самом дебюте второго отрезка игры оказался результативным но тут мы видим Якутия идет вперед отбор очень много с мячом работает Накамура Тойя и вот 27-й тоже да очень активен в атаке его Юя Накамура да такой диспетчер однофамилец раздает передачи раскидывает по флангам растягивает нашу оборону ну и 3-0 опасное стандартное положение давайте видим на повторе что да конечно же обыграл Фукуда Шиннасуки но и вынудил тем самым Дениса Ана фалить смотрим подача ну и ну как же как же так не усмотрели то за игроком сборной Японии просто набежал он по диагонали и пробил с очень опасной дистанции еще одна атака сейчас будет нет Аль-Калата отпустил не справился с мячом и уже Якутия была в атаке порушение и Япония с мячом разыгрывает штрафной ну и вот снова начали раскатывать Японцы проникающая передача и это вновь Накамура Тоя очень активный парень вот каждый опасный момент каждая опасная атака не обязательно участвует Накамура Тоя и подача с углового в исполнении японцев нас с вами ждет Юя Накамура будет подавать подача по всей видимости скидывал на дальнюю штангу но там никого не оказалось и мяч по-прежнему у футболистов из Японии продолжается у них атака ну тут вот такая вот попытка сборной Якутии выбежать на контратаку убрал на замахе еще один удар перекладина вот это удар да как здорово сейчас разобрался да с защитником да Яна Харико номер да показал что будет бить с правой убрал движением убрал защитника и да с подъема на левую да сильный удар еще один удар и расстреливают нашего вратаря даже при счете 3-0 не сбавляет оборотов команды Японии о чем мы говорили да вот удар и хорошо здесь закрыл ближний угол наш вратарь да несмотря на на такое серьезное преимущество Япония все равно атакует все равно владеет мячом мяч на правом фланге и зарабатывает угловой японцы никак не выйдут якутяне со своей половины поля разыгрывают и подача и штанга гол от штанги залетает мяч 4-0 4-0 вот какие у нас японцы здорово играют конечно здорово играют ничего не скажешь Ямаха Рико отличился результативным ударом и таким образом счет у нас увеличивается до 4-х мячей безответных ну вот давайте еще раз посмотрим хома июхей просто замечательную передачу выполнил и набежавший Ямаха Рику беспрепятственно расстреливается второго этажа наше ворота не дают просто из штрафной выйти японцы все время в атаке и сейчас возможно для контр-атаки надеется появится нет не хватило здесь скорости или передача чуть сильнее чем надо было или и то и другое но так что атака не получилось команды республики Саха-Якутия здесь нарушение вынужден был свалить да вот прорвался к воротам 29 номер Рику Ямахо ну вот мы видим как они здорово контролируют мяч диктуют они ход игры уверенно контролируют и точная передача но тем не менее мяч все еще у японцев теперь у нас атака идет левым флангом мяч уже в середине поля попытка подать штрафную Якутия бежит вперед ну тут конечно первым будет вратарь да раз за разом да наша команда пытается именно таким способом довести мяч до ворот ну вратарь еще здорово играет каждый раз он опережает наших нападающих выходит спокойно из ворот и мяч таким образом у японцев оказывается очередная атака команда японии очень грубо действовал в этом эпизоде сахаши такей до вот туда не было нарушения правил япония начинает ответную атаку мы видим что там свободная зона опасно падение штрафной в мяч сыграл да в мяч сыграл защитник не было там повода для пенальти но атака продолжалась и сейчас будет еще удар но много вышоворот 0-4 всего 11 минут да понадобилось японии чтобы даже меньше чтобы счет удвоить 4-0 с первого тайма счет 2-0 всего 10 минут во втором тайме и уже 4 дна действительно все таки очень сильная команда к нам приехала не зря не зря они обеспечили себе золотые медали еще до окончания состязания кстати они разобрались с командой дальневосточного федерального округа со счетом 7-1 это пока еще не самая крупная их победа скажем да вот на данный момент даже если посмотреть 4-0 тем не менее дальневосточника один мяч смогли забить будем надеяться что и наша команда сможет хорошую атаку провести да этот ямахарику нанес повреждения нашему игроку требуется помощь медицинского персонала и мы видели то что держался за ногу Алексей Лапин и вот с помощью своих сокомандников вынужден он покинуть поле аплодирует ему трибуны надеемся что там нет ничего серьезного надеемся что это просто ушиб и якутия начинает свою атаку несколько небрежно тут перепасовка пошла ну вот мы видим то что перепасовывается якутия у себя возле штрафной партнеры не предлагают вариантов ну разве что тут может что-то получиться навес штрафную чуть сильнее чем надо да и замена да у нас готовится вместо шестого номера вместо Алексея Лапина выходит номер восемь Дмитрий Берсенев да вот повреждение получил как раз шестой номер и его заменили на Дмитрия Берсенева офсайт не игры дожелаем скорейшего выздоровления Алексею Лапину японцы готовятся ввести мяч в игру и кедрен вот подскользнувшись кинает мяч вперед и Якутия владеет мячом нарушал правила Такашима Шинцуки да надо разыграть еще раз да попросил судья разыграть второй раз потому что у Якутии еще одна замена ждем возобновления игры 56 минут отыграли команды увидели мы 4 взятия в ворот все они в исполнении японских футболистов концовку первого тайма здорово проявили наши футболисты и появились у нас надежды на то что наша команда продолжит играть в том же духе уже во втором отрезке матча но к сожалению обескуражили нас вот таким началом за 10 минут два мяча забили Якутия в нападении да знаем мы прекрасно что в Азии сейчас вообще бум футбольный да и начался он уже достаточно давно и сейчас мы знаем в Китае также да начали очень активно развивать футбол на государственном уровне много игроков сейчас переходят японские команды а в китайские и вот мы видим уже 5 минут да не успел я довести свою мысль как подтверждение до логического конца но вот атака Японии да мы видим и вновь Накамура тоя и хэд-трик в исполнении нападающего сборной команды Японии тоя Накамура 32 номер оформляет три мяча три мяча забитых мяча конечно тут нет никакого положения вне игры уходит он в сторону от защитника и вот мы видим то что дальний угол пробивает все четко все красиво а главное результативно 5-0 какая боль да но все же обязана обязана конечно сборная Якутии продолжать играть стараться демонстрировать свою лучшую игру ни в коем случае нельзя опускать руки да но мы говорили что больше мячей забивали японцы только сборной дальневосточного федерального округа а команда дальневосточников кстати на нашем турнире на данный момент занимает уже второе место и с этого второго места их никто сместить не может Кыргызстан на третьем месте оказывается Сибирь и Республика Сахая Якутия с тремя очками в активе замыкает турнирную таблицу да вот счет на табло 5-0 подтверждает вот игровое преимущество японцев вот тут небрежная перепасовка приводит к тому что у нас залетает шестой мяч сакаши сакашито 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 кейга да тут ничего не поделаешь действительно японские мастера не прощают конечно же вот таких ошибок вот мы видим снова показал что будет бить правой подобрал под левую ногу и четко бильярдным ударом отправил мяч в нижний угол ворот хэттрик на счету Накамуры дубль оформил Ямаха и сакашито кейга отправил шестой мяч в наши ворота ну мы слышим то что поддерживают трибуны наших ребят должны должны идти вперед да и 20 минут еще играть половину второго тайма еще играть я понял себе конечно комфортное преимущество уже оформила так что будем надеяться больше мячей от них мы не увидим ну вот эти навесы безадресные тоже особо особой угрозы не несут воротам соперника и подача с углового будет тимофей писарев у нас идет подавать и так внимание подача да к сожалению пролетели все мимо мяча подбор остается за нашими футболистами дальний удар и блокируют японцы безадресная передача мяч достается японской команде хироя камугава вратарь сборной японии на ваших телеэкранах очень редко в игру вступает вратарь японии именно в плане своих обязанностей но как мы видели в первом тайме очень активно он получал мяч делал первый пас тут жесткая борьба у нас идет да и смотрел нарушение правил в данном эпизоде где арбитр посмелее надо играть вот избегать таких детских скажем ошибок японии все равно будет играть в атаке да они не будут сидеть пока есть силы они будут идти вперед черпачок который не поддержали да видимо эта передача была адресована Тойя Накамури на фланг тут же закрывает его да как грамотно сейчас располагаются японские футболисты ни одного открытого футболиста для того чтобы отдать передачу только вынуждены защитникам крайним передать мяч ну а вперед для продолжения атаки да редко мы видим обостряющие действия это конечно же заслуга японских футболистов и забросы эти тоже не получаются и адресат не точный но тут это хорошее хорошее перехват как-то слишком просто пытался сейчас обмануть и приезжать борьбу надо идти идти надо нет замен составе Японии для этого и нет причин команда здорово себя показывает в концовке наверно дадут отдохнуть да снова 32 номер будет удар дальний целил девятку конечно же нельзя оставлять свободной эту зону замена составе Якутии Вячеслав Зыков выходит с поля и Алексей Шадрин его заменит 16 номер и возобновляется игра 65 минут позади да еще 15 минут играть мяч в Якутии да решила на скорости уйти Александр Большинов пытался по флангу пройти получилось но передачу сделать нет седьмой номер нашей команды сейчас в атаке был Кирилл Корольков вот он снова с мячом Кирилл передача будет удар нет не дают закрывают да тут же ногу защитники сборной Японии здесь перехват защитник первый был на мяче да видим что японцы любят и умеют не только атаковать но и обороняться вбрасывание с аута в Якутия сейчас будет стараться наорганизовать свою атаку но тут же ошибка и еще одна контратака вновь то я накамура да мог сейчас покер да оформить четвертый гол сейчас мог на свой счет записать то я накамура но в данном моменте выручил действительно один на один выходил нападающий с мячом якутские футболисты атака правым флангом не точно не точно посмотрим как организуют свою атаку японцы раскатывает мяч на своей половине поля раскатывает мяч на своей половине поля много овладеет мячом ушел мяч за пределы поля будет выбрасывание в сторону ворот Хирои Камогавы в пределах дозволенного тут действовал такаши Машинсуки поэтому судья не остановил встречу меньше 12 минут основного времени остается играть также будет добавленное время но тут мы видим ошибка и удар плотный такой удар Ямаха Рико вот мы видим подрабатывает и насказ подъема пробивал 6-0 очень серьезное преимущество японских футболистов ну и здесь смотрим отверли угрозу японцы японцы насквозь 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 Продолжение следует...